Приветствую вас, Елена. И, собственно, начать мне бы хотелось, пожалуй, с того для начала, что вы в своем состоянии оказались не просто так. Вы оказались в своем состоянии каким-то образом определенным, да? И, соответственно, выйти из этого состояния не учитывая, не учитывая те моменты, те элементы, которые вас к нему привели. Ну, мне кажется, несколько наивно думать, что вы сможете это сделать. Вот. Поэтому я хочу начать с того, что, как мне кажется, вы достаточно много сдерживаете, достаточно много терпите неудовлетворенности. Вот. Достаточно много ее ощущаете. При том, что это неудовлетворенности, она явно для вас в важных каких-то моментах важных для вас, например, личных отношений, это достаточно важная история, да? Вот. И то, как вы, чувствуете себя, грубо говоря, грубо говоря, с мужчиной, это тоже для вас наверняка немаловажный момент. И все это, получается, вы выстраиваетесь так, что вы неудовлетворены этим. И вообще говоря, неудовлетворенность здесь, это, мне кажется, абсолютно нормальная история. Вот. То есть, абсолютно нормально, что вы чувствуете себя неудовлетворенностью, а только то, что вы делаете. А с этой неудовлетворенностью. Как вы к ней обращаетесь, как вы ее выражаете и выражаете ли вы ее вообще? Вот. Потому что, ну, например, мне, лично мне показалось, допустим, что вы ее, как правило, просто забиваете. Такие неудовлетворенностью. Такие неудовлетворенностью. И как бы вообще пофигу. Вот. Ну, подумаешь, что там, грубо говоря, мужчина, с которым я встречаюсь даже, допустим, ну, женат. Ну, подумаешь, какая праздность. Вот. Хотя, при этом вас это очевидно, что волнует. Хотя, при этом очевидно, что вас это беспокоит. При том, что очевидно, что вы по этому поводу переживаете, а просто вас это волнует. Вот. Ну, и от этого возникает почему-то. И плюс, ко всему добавляется еще страх потерять контроль. Вот. Это тоже постоянное напряжение. Ну, по общему, наверное, правилу я должен сказать, что с женатами людьми встречаются, как правило, те, у кого есть некоторые личные... 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 трудности и проблем. Например, страх одиночества, заниженная самая оценка. Какие-то еще есть моменты. Это довольно, так скажем, сложно воспринимается болезненно. Вот. Поэтому с выводом я бы не торопился, но с тем, как вы оказались с мужчиной, который женат, и который просто не собирается от своей, как я понял, жены уходить... Каким образом вы оказались с этим человеком, да, и... Ладно бы, если бы вы с ним были, и вас все устраивало. Такое, в принципе, бывало. Вот. Когда, ну... Люди встречаются просто вот... Ну, просто вот встречаются, а... Потому что им... Там, условно говоря, хорошо. Нет, они вот встречаются, что... Все там, кайфуют... Кайфуют... Друг от друга, и... Все как бы... Никто не в обиде, и... Все нормально. Вот. Но у вас ситуация, конечно, несколько другая. Я бы... Эм... Встречаясь... С... 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 Человеком... Явно... Они удовлетворены этим. То есть, вам яв... Явно... Мало... От того, что... О... Ну... От того, что он... Как бы... Вам дает... Эм... Явно... Хочется... Большего... Но... Вот... Кручивый момент... Что вы с этим... Желанием... Делать. То есть, считаете... Или вы... Например... Что... Большего... Вы... Недоступны... Или... Боитесь... Что... Ну... Не знаю... Что... Никого... Никого... Не встретите... Больше... Или... Боитесь... Что... Что... Боитесь... Ну... Это... То есть, вот... Эээ... Числа к... Вашему... Мужчине... Вот... Они... Как будто бы... Не определены... Очень... Сильно... У вас... И... Соответственно... Вы... Это... Вносит... Некоторый... Некоторый... Дис... 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 Ну... Не может... На самом деле... Не вносить... Конечно же... Потому что... Ну... Получается... Что вы с собой... Ничего не совсем... Честный... Вот... И... Собственно... Вырвалось у вас... Вырвалось у вас... То... Что вырвалось... То есть... Ну... Долго... Вы... Это... Себе... Подавляли... Очевидно... Подавляли... 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 И... В итоге... Не выдержали... Да... И... Обзорвалось... Вот... Ну... Так обычно и бывает... Как правило... Если... Человек... Не кольценно относится к своим... Чувствам... Мне кажется... Что... Вам... Надо... Одной стороне... Тому... Чтобы... Учиться... Заменьшать... И... И... Присновать... Свои эмоции... Заменьшать... Присновать свои ощущения... Вот... Потому как... Если... Вы... Не будете этого делать... Вот... Если... Вы... Не будете... Ну... Как бы... В этом направлении двигаться... Если вы не будете... Вот... То... Это будет продолжаться... Подавляли... Срывы будут продолжаться... После... Будет... Чувство вины... И так далее... Вот... Потому что это... Как мне кажется... Продолжение... Вашего... А... Обычного... Обычного... Состояния... Обычного... Состояния... Обычного состояния... Подавления... 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 Себя... Обычного... Вашего состояния... Подавления... Своих эмоций... Подавления... Подавления... Своих... Чувств... И так далее... Вот. То есть это оно в какой степени для вас обыденно, в какой-то степени. Просто вы этого, вероятно, не замечаете. Вот. А вообще, конечно, заметить бы это, конечно, было бы очень здорово. Было бы здорово, если бы вы это заметили. Вот. А так получается, что постоянное игнорирование и приведет вот к таким крайне негативным аспектам, крайне негативным моментам, крайне негативным переживаниям. Вот. А вот эти вот девушки, которые озвучили по человеку, там, ваше страх. Вот. Они просто озвучили то, о чем вы думали. Вот. Они озвучили то, о чем, ну, что вы и так, о чем вы и так размышляли. Вот. Но отказывались признаваться в этом как-то. вот. Вот. И, когда это случилось, вы выделили это со стороны, и опять же, ну, как бы, внутренне начали с этим бороться. То есть, вы не, ну, не соглашаетесь, как бы, внутренне вы не соглашаетесь с тем, что, ну, что делаете. Вы не соглашаетесь, может быть, внутренне с тем, что, ну, что мужчина вам, там, не знаю, не принадлежит. Вы не соглашаетесь внутренне, что ваше отношение, ну, что вы, как бы, не единственное в отношениях. вы это не принимаете. Вот. Хотя, фактически, о-о-о. В этом вы и находитесь. Вот. И, собственно, я могу, я могу только догадываться относительно того, насколько вам тяжело. Я могу только догадываться относительно того, насколько вам болезнь и насколько много у вас внутреннего напряжения, с которым вы вынуждены бороться, с которыми вы вынуждены сражаться, с которыми вы вынуждены что-то делать. Я думаю, примерно такой ответ я могу вам дать. То есть выход из депрессии, а что такое депрессия? Вот с позиции человека, с позиции человека, который не знаком с всяким этим термином и прочее. Депрессия – это подавленное состояние. И у вас подавленное состояние оно всегда, как мне кажется, просто в обычной жизни, обычно, вы подпитываетесь другими, ну, другими человеками. Человек, вот, мужчины, может быть, вы подпитываетесь, там, может быть, еще чем-то, ну, это не столь важно, сейчас тогда речь, как бы, речь не об этом немножко. Вы подпитываетесь в любом, как бы, случае. И, соответственно, моя идея, она заключается в том, чтобы вы признали то, что существует, чтобы вы не боялись посмотреть в глаза тому, что вы сами чувствуете, в глаза тому, что вы сами ощущаете. Вот. Мне кажется, это важно. Мне кажется, это важно. Это очень, очень значимо для вас, мне кажется. Вот. Я могу, естественно, ошибаться. Вот. Но, говоря о Дбрейсе, говоря о том, чтобы из нее, вот, там, грубо говоря, грамотно выходить. Вот. Ну, я думаю, что можно вести речь об этом. Вот. Только об этом, только о таких вот моментах и аспектах. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...